Скажите, пожалуйста, вы являетесь начальником уголовного розыска УП номер 4? Можно вас всех втроек? У меня как раз вот вопросы есть некоторые. Пишитесь на его канал, ставьте лайк и жмите колокольчик. Мне кажется, придется и тебе заплатить. В ГУВД, где вы службу несете, вы же по личному составу инспектора, правильно понимаю? С вашей девушкой конфликт у Пантелеева вышел. Это правда? Я не могу сказать. У вас должна быть позиция наблюдателя со стороны. Не за одну сторону, не за другую, а за объективную истину. А это у меня своя правда. Спецсопровождение, свидетель с классной маской. Да, есть мысль, что мотивовое оформление было лично. Обалдеться, это конфликта. Здесь вот я сегодня узнал о том конфликте, который произошел между его девушкой, инспектора Пальчича Стамо с Пантелеем. И, конечно же, по моему мнению, это простая месть. У меня по этому процессу вообще очень смешанное чувство теперь. Друзья, меня зовут Вадим Серов. Мы занимаемся общественной деятельностью и оказываем квалифицированную юридическую помощь. Распространите этот сюжет во всех своих социальных сетях. И не забывайте писать комментарии под видео. И если ты еще не подписался на наш канал, то сделай это прямо сейчас. Начальник уголовного розыска отдела полиции номер 4 по городу Воронеж Евгений Пантелеев пытается избежать ответственности за пьяную езду. Друзья, у меня к вам огромная просьба распространить этот сюжет максимально, где только это возможно. Виновник должен понести наказание и должен быть уволен из органов внутренних дел. Позор таким сотрудникам, которые допускают пьяное вождение. У меня обращение к генералу Бородину. Обратите внимание на эту ситуацию. Возьмите под личный контроль, чтобы виновное лицо было наказано и уволено. Я прибыл на судебный процесс, который проходил сегодня, сегодня у нас, уточню сейчас, 21 октября. Он проходил в 14 часов, на которое Пантелеев не явился со своим адвокатом, пояснив следующее. Значит, у него обострилось какое-то заболевание, он находится в больнице, лежит, пытается отмазаться. Как выясняется, что уже это несколько месяцев все это длится, вся эта эпопея. Он пытается тем самым затянуть и, понятное дело, быть непривлеченным к ответственности. Судебное заседание является открытым. Слушается административное дело. В отношении Пантелея Евгения Александровича, привлекаемого к административной ответственности за правонарушение, ответственность за которое присмотрено частью 1 статьи 12.8. Судебное заседание никто не явился. В частности, Пантелеев. Согласно ответа на судебный запрос, бюджетное учреждение здравоохранения Воронского области, Воронского городская клиническая больница номер 3, сообщает, что находится на Пантелеев на лечении в данном учреждении в терапевтическом отделении с 11 октября 2019 года. По настоящее время диагнозы гетососудистой листонии по гипертоническому типу ухудшения в приз, примерно срок лечения 10-14 дней. До настоящего времени срок лечения не истек, находится в стационаре. Адвокат, извещен надлежащим образцом, по телефонограмме сообщил, что не явится ввиду того, что его подзащитный находится до настоящего времени в лечебном учреждении. Инспектор, извещен установлен в законном порядке. Ввиду изложенных обстоятельств судебное заседание откладывается на 9 утра 30 октября. Судебное заседание закрыто. Я решил, узнав, где непосредственно он находится, в каком медицинском учреждении, решил приехать навестить его. Сначала я съездил в отдел полиции, посмотреть, действительно ли он отсутствует на работе. Да, действительно он находится в медицинском учреждении. Я туда приехал, это больница номер 3. Соответствующее отделение пришел, поинтересовался, где находится больной, потому что я решил его посетить, ну, посетитель, поинтересоваться, как со здоровьем, как самочувствие. Ну и зашел непосредственно с ним поздороваться, пообщаться. Здравствуйте, Евгений, можно вас пригласить? Скажите, пожалуйста, вы у нас Пантелеев и Евгений, правильно я понимаю? Нет, я тут вам ошиблись. Ошиблись, думаете? Ну, куда-то вы ушли. Евгений, скажите, пожалуйста, вы являетесь начальником уголовного розыска УП номер 4? Скажите, пожалуйста, вы даже с собой не хотите представиться? Я сюда приглашал. Я пришел вас навестить. Спасибо, не надо, до свидания. А почему вы сразу отказываетесь, что это не вы? Вы управляли транспортным средством в состоянии опьянения? Нет, не управлял. Не управляли? Нет. У вас сотрудники ДПС оговорили? Да, точно, конечно. Да? Да. Я надеюсь, вы не будете затягивать рассмотрение дела и придете в суд. Конечно, да. Хорошо. Я думал, я вас не застану. Мы все-таки здесь, да? Ну, вам нечего по этому поводу сказать. Просто обычно, если человек, его оговорили, он говорит о том, что да, меня действительно оговорили. Тут я вам подсказывал. Приходите на процент, посидите, посмотрите. Что-что? Приходите на процент, посидите, посмотрите. Обязательно придем, да. То, что говорит. А как вас зовут, представьте? Меня Вадим зовут. Там фамилия. Необходимо? Вот видите, я могу себе представиться. А вот вы как-то даже от себя открестились сразу. Нет, нет, я даже не знаю, кто, что вы пришли. Серов. Фамилия Серов. Да. Мы с вами с вами знаем. Да. Сух, Вадим. Просто с лицом не знаем. А, по фамилии знаете? Ну, конечно, знаю. Я понял. Ну, теперь лично знакомы. Наверное, знаете, чем мы занимаемся? Ну, нас слышим, да? Вам известен, известная фамилия Полухин? Сотрудник ДПС был такой? Нет. Нет? Ну, вот у него аналогичная ситуация, похожая с вашей была. Когда он состояние опьянения управлял. Но потом все это установили, и человека лишили, и из органов уволили. Ну, нас согласен. Не взял сердечко. Да, я согласен. Поэтому мы спокойненько. Видите, я вас не беспокою. Я вас спокойненько. Поводил желаю. Все хорошее. Хорошее. Все. Вам больше нечего сказать. Анна, когда придете? 30-го числа будет суд, кстати. Что, надо? Спасибо, что пояснили. Да, я просто сегодня был на процессе. Да, 30-го числа суд. Так что надеюсь, что вы к этому времени выздоровеете. И, как говорится, будете отстаивать свои права. Конечно, приходите, конечно. Я понял. Хорошо. Все, тогда до свидания. До свидания. Евгений Пантелеев, я хочу тебе сказать одно. Ты будешь по-любому привлечен к ответственности. В соответствии с законом. И однозначно должен быть уволен из органов внутренних дел. Так что готовься. Друзья, меня зовут Вадим Серов. И вы снова на нашем канале Дорожный контроль. В этом видео пойдет речь о Евгении Пантелееве, начальник уголовного розыска делополиции номер 4, которого не так давно оформили за пьянку. Друзья, не забывайте нас поддерживать. Нам очень важно, чтобы вы нас комментировали. Желательно оставлять не по одному комментарию, а по несколько комментариев. Обязательно ставить палец вверх. Ну, соответственно, не забывать подписываться на нас, если вы еще не подписаны. И ставить колокольчик, чтобы не пропустить наши новые видео. Приятного просмотра. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте! Как ваш ничего? Да, отлично. Ничего, все так же без номеров? Да, отлично. И никогда их не будет? Да? Вообще манеры. Не нужны? Это вот, я так понимаю, лучший друг Пантелеева приехал. Тонированный. И без госномеров. Ну, сейчас такая есть фишка. Но она давно, на самом деле, фишечка, что можно законно ездить без номеров. Присаживайтесь. Здравствуйте. Здравствуйте. Судебный заседание. У меня в 21-м слушается административного отдела нашего опорителя Евгения Александровича, совершившего административного права нарушения в предусмотренной части 1 статьи 12.8 КОАП. Дело слушается на 4-м судебном участке. В судебное заседание у нас явился защитный певц. По поводу имеется материал дела. Также по удостоверению участвует корреспондент ГТРК Воронеж Родионова Юлия Вадимовна. И оператор предоставлен паспорт Людов Евгений Владимирович. Также заседание посудебное открытое. Участвуют слушатели Судебного. Зам Пантелеев явки у нас не имеется. Инспектор также извещен и отближающим образом не пришел. Судебное заседание ведется в составе судья Азарова Григорьева Секретарь. Отвод имеется судебный? Нет, это 6 отводов нет. Не имеется. В предыдущем судебном заседании у нас поступил ответ с лечебного учреждения, что находится Пантелеев на излечении с рядом своих хронических заболеваний и участие в центре судебного заседания было невозможно. Было состояние ответа адресатора 10-19 срок лечения 5-7 дней. На настоящий момент извещался установленным в законной палатке посредством патильного грамма. Телеграммы недоставлены, недоставлены, недоставлены. И на ответ на учреждение лечебного важно, что в настоящее время не находится одна из лечебных тайных учреждений. Какие-то кадастры? Ваша судьба, на сколько раз, все связано будет у нас с учреждением тайны. В раннем сегодня заседании у нас было принято решение в частичном закрете судебного процесса, поэтому до заведения кадастров просили бы суд удалить лиц, не являясь участниками судебного процесса. Действительно, на определение 30 октября 2019 года было разрешено податство защитника проведения закрытого судебного заседания. И в суде, в определенную часть судебного заседания, под которым будет сложен документ на состояние здоровья и вентиллерию, закрыт в оставшейся части, податство было оставлено вне судебного заседания. И для того, что предполагается заявление податство, связанное состояние здоровья Пантелеева, попрошу лиц, присутствующих слушателей удалиться в само суде. На прошлом судебном заседании защитник Евгения Пантелеева заявил о закрытости судебного заседания, заявил такого ходатайства. Суд удовлетворил лишь частично, в части медицинской тайны. В целом, судебное заседание открытое. Судебное заседание было сообщено заявлено в ходатайство об отложении ведомых возможностей ярких Пантелеевых судебного заседания, поскольку находится на лечении учреждений здравоохранения. Не давал судопоказаний по факту, произошедшего 14 мая, желает и видать, но по объективным причинам не может явиться. По данному податству, учреждение здравоохранения будет сделан запрос в перерыве. На данный запрос сообщили, что действительно Пантелеев на стационаре с 7, 11, 19, возможности дать предположительный срок излечения в настоящее время не имеется, поэтому пока вкладываем 20 ноября в 10.30. Вопросы больше к медикам. Пойдем, уже закончилась заседание. Интересно, может ли быть организовано выездное заседание? Пойдем, пойдем. К сожалению, по состоянию здоровья не может принимать участие. Даже так. Поэтому вы везли в обзорных запросах в соответствии, в том числе и там, как запросы ставятся, очень ненаслужно. Спасибо. Привет. Прокомментируйте, пожалуйста. А что может слушать и прокомментировать? Ну что вам вообще, как процесс? Процесс как процесс, рассматривают. Все по закону? Конечно. Беспредела никакого нет? Абсолютно. Соблюдается все права? Да. Все как положено. Строго в соответствии с кодексом административных правонарушений. Мы с вами общались пока без камеры. Вы сказали, кем вы являетесь. Давайте мы наших радиослушателей, наших зрителей, ну в общем, расстроим, либо их как-то... Зачем их расстраиваем? Пойдем на улицу. Скажем все-таки, кем вы являетесь. Ну ты можешь написать это сами. В общем, признался. Можно без отчества? Можно. Как удобно. Вот, признался, что он является. До свидания. Все. До свидания. Ну что ж ты так сразу? Всю интригу испортил. Может мы это вырежем? Да конечно, на интригу никакой нет. Никакого интереса. Ладно, мы вырежем этот момент, когда я сказал, кем он является. Дорогие подписчики, объявляем конкурс. Кто первый пришлет, значит, фамилию и где он работает, чем занимается, получит от нас 500 рублей на телефон. Иван Владимирович, пишите, вы что, хоть пятихатку возьмем. Нет, ты заинтересованное лицо, а этого нет. Цифровление лицо, это очень мало. Тогда надо сказать Евгению Александровичу, пусть там пишут. Резюмируем по итогам этого видео. Заседание перенесено, в связи с тем, что он опять где-то проходит в лечении. Нам уже теперь неизвестно. Закрытое заседание в этой части медицинской специально было сделано, чтобы мы не приходили к нему в гости, не навещали с бананами, с яблоками, чтобы не навещали его. К сожалению, очень хотелось бы. В общем, он опять лечится от каких-то непонятных болезней. Ну да ладно, главное, чтобы он был здоровый, вылечился побыстрее. И на следующее судебное заседание 20 ноября, которое назначено, чтобы он явился. Потому что он сам заявил через защитник о том, что он желает дать объяснение по делу. Потому что ранее он этого не делал. Так что его в этом плане суд не может ограничить. Поэтому все проходит в рамках закона. Суд полностью соблюдает все профессиональные нормы, все права данного гражданина Пантелеева. Ну и, соответственно, чтобы не было повода у сотрудников полиции, в случае, если его привлекли к ответственности, поводов отменить это решение, судебный акт. Все должно быть с точки зрения процессуальной, все должно быть соблюдено. Поэтому, я думаю, на следующее судебное заседание он все-таки уже вылечится, поправит свое здоровье и придет, даст объяснение. Ну и, соответственно, тут какой результат? Результат один. Должен быть привлечен к ответственности. По следующему моменту он должен быть уволен из органов внутренних дел. Вот и все. Вот такой должен быть результат. Я думаю, вы нас в этом поддержите. И не только вы. Но и система органов внутренних дел. До новых встреч. Вы сами в алкогольном отменении когда-нибудь ездили? Было дело. Было дело. Привлекали за это? В институте ездили. А, нет, не привлекал. Прекращено было производство. А, то есть вас установили или отдавали касс? Установили. Установили, то есть продували. То есть факт управления? Нет, не продували. Не продували. Не продували, но установили. Раньше порядки другие. Это было так давно. Тогда еще не было этих электронных протестеров. Скажите, сейчас уже такого нет или просто не ловили? Нет, конечно, не в жизни, чтобы я сел за руку. Я не знаю. Состояние алкогольного пили. Никогда. Правильно. Это же административное право нарушение. Да. Правильно. Которое может еще и помнечь потом уголовную ответственность. Это крайне маловероятно. Ну, такое возможно. И все возможно. Не дай бог, если кого-то... Да если кого-то можно и по трезвому, не дай бог. Да по трезвому можно, просто это отягчающее будет. Ну, уголовная ответственность наступает, если кого-то независимо от того состояния, как и не состоит. Но если трезвый едешь, шансов меньше, что-то предлагает. Ну, я думаю, не могу. То есть, что пьяным, что трезвым, одинаково шансовый? Конечно. Если человек не умеет ездить или плохо ездить, он и трезвый. К чему мы пришли? Он и трезвый. Как раз, чтобы вы это и сказали. Значит, что вы абсолютно нормально к этому относитесь. Абсолютно, если адекватный человек, если он... И он выпил и мог поехать. Да. Спокойно. Я как он там... Вот это мне и нужно было от вас услышать. Честно сказать, вот из таких, как вы, и погибают у нас люди. Нет, я думаю, не за это. Погибают люди из-за того, что у нас встречные поток не разделены. Барьера. Из-за того, что правила дорожного движения забыдают. Одно из правил находиться пьяным за руль. Вот в этом вся беда. Нет, беда не в этом. Беда в том, что дорожное движение у нас организовано черти как. То есть пьяный водитель здесь не виноват, если он людей избил? Дело не в том, что он не виноват. Дело в том, что если было организовано правильно, то шансов на это было гораздо меньше. Но шансы всегда есть кого-то по количеству. Шансы всегда есть. Женцы и трезвые есть. Так ты их увеличиваешь, когда садишься пьяным за руль? Я считаю, не увеличиваешь. То есть у тебя реакция вся та же? Все абсолютно то же самое? Нет, просто состояние. Причем здесь у меня? Во-первых, я это не практикую раз. Во-вторых, я считаю, что грамотный человек, умный, имеющий хорошее опыт вождения, если он садится не в нулину пьяный, а выпив 100-200 грамм, то он едет, соответственно, учитывая свою скорость реакции, подбирает соответствующую скорость движения. И пьяный человек может учитывать это? Конечно. Мы все пьяные, люди все пьяные по-разному. Вот это, знаете, есть только море по колено пьяному человеку. Вот именно вот так они учитывают. Вот кто-то пробку поднюхает, ему море по колено. 4-5 раз он учен, по его мнению, пьяный водитель. Просто пьяный водитель 4-5 раз, допустим, ездил, ездил, ну, какое-то время ездил, систематически так, все было нормально. А на какой-то 10-й или 20-й раз, он же до этого был уверен, уже все учитывает, он сбивает семью или ребенка, или какой-то пожилого человека. Это же статистику смотря. Мы говорим, как раз, ну, вообще, сколько погибает, там, тоже в Арамской области. Сколько ДТП, сколько гибнет. Ты хочешь сказать, в какое количество пьяных, в какое количество виновников ДТП были в состоянии пьем. Так, если бы эти люди не пили за рулем, этих бы и ДТП бы не было бы. А просто у нас заведено списывать, выпил, значит... Ты знаешь, сколько людей не оформлено? Ты знаешь, если взять эту титуцию реальную, ты же понимаешь прекрасно, что мы не все сотрудники полиции, в честь панара. И все начинается сначала, если деньги. Если их нет, то человек оформляет. Есть еще необходимость определенное количество протоколов составить. Мы прекрасно это тоже знаем. Нет, не все. Поэтому реальное количество пьяных зашкаливает. Эта статистика урегулирует ЕМА. Да. Да, мы все-таки желаем. Говорите об этом. Пьянство за рулем, ты одобряешь? Нет, не одобряю, но ничего не считаю. Ты не считаешь, что это преступление? Я не считаю, что это само по себе есть. Недоверегло тяжких последствий. То ничего страшного. Я не считаю это преступление, да. Я понял. Скажи, пожалуйста, у тебя есть дети? Да. Есть дети. Вот, не дай бог, вот что-то произошло с нами по вине пьяного водителя. Как ты будешь относиться к этому? Почему сразу с моими детьми должно что-то посвятить? Ну, вот, потому что... Это вот обывательское, вот это вот, а если с тобой, а если с твоими, а если по вине пьяного? Я тебе так скажу. Люди некоторые, несколько лет назад, негативно относились к нашей деятельности по выявлению пьяных водителей. Но когда с их родственниками происходили ДТП с постадавшими пьяным водителем, и вот человек, у которого избили родственников, еще на пешеходной переходе пьяный водитель, этот человек потом там ехал, и случайно нас увидел, в комментариях там ярко такой был противник, извинился за то, что он просто не понимал, какого получилась у него семья. Понимаете, вот люди меняются, их отношения, а ровно тогда, когда с ними что-то приключается, с родственниками, с ними меняется. Ну, с одним приключилось, а еще с тысячей ничего не приключилось за это время, или с десятью тысячами ничего не приключилось. А что вы будете делать, если вот такое произойдет в вашей семье? Я уверен, что такого не произойдет. А если произойдет? Как вы отношения измените свои? Зачем же я буду загадывать? Нет, загадывайте. Я говорю, если такое, не дай бог, случилось в вашей семье. Я даже не хочу предполагать для своей семьи что-то плохое. Я оптимист, я по жизни смотрю на мир глазами открытыми, и всегда надеюсь... Но сейчас вы их закрываете. Нет. Просто в жизни нашей может все что угодно происходить, и может произойти. Я вот давно за рулем, и со мной по вене пьяных водителей ничего не происходит. Ну вот подождите, вот мы берем ситуацию, от ваших родственников, там, от Майклова ничего не зависит. Ну и от меня. Вот просто идет человек, и его на пешеходном переходе с пьяной водителем. Скажите, вы измените свое отношение к этой ситуации? Я не буду предполагать такие вещи. Потому что вы не можете на этот вопрос ответить, потому что знаете, что у вас изменится отношение. Потому что я предполагать не буду. А другое, что я скажу больше почему. Потому что я и своих родственников научил чё-то. Никак? У нас много раз. Пешеходный переход, я понимаю, что я прав. Ну, подыхая потом на земле, помню, что ты был прав. Да, нужно внимательно. Я посмотрю, когда я вижу, что все остановились, тогда начинают переходить на мои осны и делают так же. Поэтому пьяные... То есть это и исключено, да? У нас ничего не исключено, метеорит может упасть на землю. А вот смотри, все остановились, а есть ситуации, когда пьяная скотина обгоняет по встречке, избивает. Таких не много. Бывает такое? Таких не много. Ну, бывает. Слушай, ну, бывают метеориты падают, бывают маньяки. Ну, послушай, ну, такое бывает. Мы говорим о конкретной ситуации, ни о каких маньяках. Поэтому вот скажи, вот это не дай бог случилось. Твои отношения изменятся? Изменятся? Да это не случится просто. Ну, может измениться. Это просто не может случиться. Если случится. Это не может случиться, потому что я смотрю глазами, уроки мы смотрим глазами. Если видите, тачка несется. Они увидели, что никто не несется. Но так случилось. А он с неба не падает. Даже пьяные водители. При большой скорости, когда люди все стоят, они не видят другими тачками. Тем более в какое-то вечернее время. Ну, хватит. Ты уходишь от ответа. Я не ухожу от ответа. Потому что ты знаешь, что на этот вопрос ты можешь ответить. Что изменится? Понимаешь, это конкретная ситуация. Мое отношение, в общем, мое видение, что само по себе пьянство не является. Но конкретно водитель совершил, то ты изменишь его отношение. Если конкретно водитель, не просто потому, что он выпил и ехал спортом, а потому, что он бес, и потому, что он как бес по встречке обгонял все остановившиеся машины. Ну, русским говорим, что у нас объяснено, что есть гисоебе. Вот конкретному водителю именно за эти действия у меня отношение, конечно, будет негативное. Но не к ситуации вообще. И не к пьянству говорим. И не к пьянству говорим по конкретному. Это добро какое-то, да? Наслабляющее. Нет, я предлагаю, что просто причина не к пьянству. Причина в том, что если кто-то, он и трезвый может и по встречке вот так вот выскочить, и гонять, если он ездить не умеет, или он как бес себя ведет. Люди бывают, когда они трезвые, они абсолютно нормальные, а когда выпивают, они вообще иные люди становятся. Такое бывает? Ну, человек, если знает за собой, что у него сознание настолько меняется, то вот он пусть и не выпивает. Кажется, человек должен себя контролировать. А то есть, который может хоть как-то себя контролировать, лучше можно выпивать? Я считаю, что любой человек должен вообще себя в ситуациях и в жизни, в поведении контролировать. То есть, если он понимает, что прием чего-то, приняв что-то, он теряет над собой контроль. Значит, пусть либо вообще не принимает, либо принимает в тех ситуациях, когда это не может причинить. Ну, а медицинские показатели, когда человек выпивает, у него в любом случае ухудшается скорость реакции. Это же никуда, физиологически никуда не едет. Ты можешь сказать на камеру, что ты за то, что люди позволяют употреблять алкогольные питьки за рулем? Я не хочу говорить на камеру. Ну, ты это поддерживаешь? Я не хочу говорить на камеру. Ну, скажи, поддерживаешь ты это? Я не хочу говорить на камеру, не ищу публичность и известность. Я понял. Но ты ее нашел. Что? Ты ее нашел. Замечательно. Скажи, пожалуйста, ты являешься бывшим сотрудником? Не скажу. Ну, возможно такое? Все возможно. Возможно. Почему? Уволился или уволили? Я же не сказал, что являюсь. Ну, у меня ощущение чуйками такое, что ты являешься большим сотрудником. Бывшим. А, может быть, еще и являешься даже до сей день. Все возможно. В общем, люди, к вам огромная просьба. Если вы узнали этого человека, обязательно сообщите мне все данные, где служит или служил. Как его зовут? Артем. Артем. Ну, с фамилией мне обязательно. Артем мы знаем имя. Подъехал и тут как раз собственной персоной Пантелеев. Ну, это очень радует, что он выздоровел, смог явиться сюда на суд. Красавчик. Здравствуйте. Здравствуйте. Продолжение следует. Здравствуйте. Здравствуйте. Продолжение следует... 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 евгений ну дайте нам пожалуйста комментарии мы вас уже просим просто как вот так вот если это видео соберет более миллиона лайков стараться делать правильно не такой не подписывай неправильно делать кто неправильно потому что очень у тебя фигурирует субъективное мнение превышает все остальное но это же моё мнение если выражаю его к любому мнению могут прислушиваться к вашему мнению могут прислушиваться вот если понтаю мне не отразил бы видео может быть его мнению вы прислушались правильно ну вот когда будет решение суда тогда уже будет понят тогда прислушиваться к решению суда нужно не абсолютно правильно конечно же да 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 хорошо не вернусь зачем выключать нам уже просто сделать ход конем ладно продолжение следует вопрос самый главный хотел задать ну точнее один из главных вопросов ты сказал что мне написал ну в наш паблик в дорожном контроле пока в сообщении в раздел человек сотрудник полиции значит о том что он выиграл в конкурсе который мы с тобой вместе объявили но единственно зачем минус я один за это платил я заплатил 500 рублей за выигрыш человека за то что он предоставил информацию по тебе то есть фамилии имя что там где чем занимаешься и мы вроде вместе объявляли в конкурсе и смотри один победитель получился и один победитель который справедливо написал в комментариях все предполагается получил этот приз вот этот вот соли полиции правильно понимает сотрудник полиции мне написал туда не но ты до этого говорил артур артур который сейчас идет речь про под видео о информации конкурс который проводили кто предоставит послушай но мы недавно с тобой говорили об этом что сотрудник полиции написал значит сообщение то что он выиграл эти 500 рублей правильно понимает сотрудник полиции я не знаю ты же 500 рублей выплачивать смотри вот смотри ты сейчас не можешь подтвердить просто до этого без камеры мы говорили ты подтвердил что это там полиция был действующий 500 рублей которые хотят попросил якобы который выбрал я ж не знаю на какой номер там его подписываешь ты искренне мы это послушай ты не пытайся меня запутать я тебе задают конкретный вопрос человек который написал ты мне показал скрин которым стал в паблик в сообщении о том что он выиграл 500 рублей и потребовал у которому с которым возникла перепалка где назвал человека дятлом а у меня назвал пикет ум да так вот у него просто немножко бомбануло но ты уже вспомнилась обречь правильно так вот реки скажи это со мной полицию на ключевый вопрос и переписка же у назвал по имени артур переписку скрин я тебе показывал который скинули не с внизу к видимо видимо вас какая-то была переписка нет с дорожный контроль только но ты скажи пожалуйста я покажу зовут этого человека правильно показал скайну судя по там же и ник или имя то артур же написано исходя из перепад следующий акту ты узнал что этот сотрудник полиции сходя исходя из переписки написано что артур это понял я понял чем говоришь откуда ты узнал что сотрудник полиции мысоткуда я могу узнать но ты сказал я его лично не вижу нет нет ты сказал что этот артур является действующий сотрудник полиции который осознает сюда потому что смотри в переписке скрин твои сообщения желтеньким а его синеньким послушай ты скажи пожалуйста ты уходишь от ответа ты уходишь от ответа ты можешь ответить на вопрос отвечаю так как вот и у него сообщение нет нет ты не не слышишь это слышишь ты сам сказал я лично слышал я пошел к выводу послушай не выводу ты сказал что ты знаешь . что он сотрудник полиции ну некрасиво просто сначала говорит одно а потом другое почему некрасиво ну ладно пусть будет это красиво по твоему очень красиво хорошо все но таких людей называют я не думал что один из таких нет конечно не из таких нет конечно же я не отвечаю на вопрос а не понятно да 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 а кто из нас гонит то кто не втираю а это кто втирает и скажи часто этот хоккать да ну пока на протяжении на протяжении диалога всего пока фуфлу ты гонишь но потому что ты только что на недавно говорил что это действующий сотрудник полиции я сейчас ты уходишь от этого ответа я же не отрицаю а все-таки вот я не отрицаю тогда и не отрицаю и не подтверждаю у тебя опять режим начался скрытный назовем так у тебя режим скрытного ладно значит так вот может дальше просто к чему почему нас ты знаешь этого сотрудника полиции но ты сейчас вот тут им сюда начинаешь угла в угол который написал я все это может быть это все таки раз у меня так бомбит а за пяти хатки может быть ты ему все таки компенсирую как мы вдвоем объявляет от конкурс может быть он бомбит не о пяти хатки а за справедливость за справедливость он читает и конкурсом на речь шла не о справедливости в этой переписке ты прочитав ее понял что речь идет о 500 рублей так вот этому нищеброду подожди пожалуйста артем нищеброду этому может быть ты все-таки отдашь 500 рублей я думаю я думаю что скорее всего у него обостренное чувство справедливости я думаю просто ему недостаточно наверное он там зарабатывать ему нужно еще 500 рублей он увидел к и мне кажется может что я обеспечить ему это пяти хатку да это могу обеспечить но конкурс то объявлен на твоем канале не на все правильно вот смотри чтобы но это будет по чесноку наверное даже мы объявляли вдвоем и спор между двумя зрителями тогда не вырезать только только это не вырезать я готов конечно я обязательно выплачу это призовые 500 рублей только в благодарность тебе за столь шикарную рекламу моей организации в частности адвокатского бюро сакаленко фифов и партнера на твоем канале спасибо подпишитесь на мой канал подпишитесь на его канал ставьте лайки и жмите колокольчик все большое тебе спасибо скажи спасибо точнее тебе должен сказать спасибо это сады полиции за те 500 рублей которые ведешь правильно я понимаю ты ему переведешь 500 рублей обязательно я видел мне скриншот нужно что ты прислал меня если не пользусь банковскими картами будет перевод может быть фотографии с лицом из пяти это будет слишком жирно я попрошу отписать еще один комментарий что он получил так что 500 все обязательно обязательно только ближайшее время чтобы нас делали чтобы мы все вместили в один сюжет спасибо большое евгений что добавить не знаю как то получится вот так вот вот в общем у нас такое ощущение как будто в общем три защитника мне кажется придется к тебе заплатить в общем что у нас принесли на какое число на 22 на 930 на 930 свидетель сюда явится с видеозапись это видео записи же сегодня была осмотр которая смотрим видео запись регистратора свидетель пообещал явиться и дать показания о том как развивались события 14 мая 2019 года в районе дома номер 11 по улице владимир невского ждем с нетерпением возможно узнаем много всего интересного да нет мне почему-то кажется что будет много всего интересного здравствуйте а вы это принято что процесс то что мы тут все на процесс вот спантелеев сторона его защитила пришли и вы на процесс а кем вы являетесь свидетель нет свидетель а сотрудник не сотрудник это имеет значение я интересуюсь сотрудник а какого подразделения вы наверно по личному составу я понял а вас вызвали зачем не знаю а вы там на месте так понимаю так наоборот я пытаюсь как бы ты нет всего не выяснить даже должен наоборот на стороне справедливости судебно заседали все что в суде из зале вы поясните скажите в этом были на месте так понимаю здесь такой момент пантелеев говорит что он не управлял транспортным средством вы не против не против значит будем через против общаться по камере скажите пожалуйста пантелеев все-таки управлял транспортным средством я комментировать не у нас есть прислужба все комментарии причем здесь прислужбы если нужна главная прислужба я бы обратился просто так скажем та сторона молчит ничего не говорит но исходя из материала дела то что я слышал факт управления не доказан как так вышло вы не в курсе вы же там были вы сказали на месте это я согласен и сегодня скорее всего будет не в его сторону но у меня такое ощущение а вот в общем у меня интересует другой момент в итоге он управлял не управлял потому что я сам обалдел когда выяснилось что факт управления доказание для этого терялся нет вы же говорить вы там были на месте был на месте месте именно когда все произошло когда сотрудники полиции якобы его остановили или не остановили все таки его вадим по-моему да все верно из комментариев но скажите вы волнуетесь вас вы почему так волнуетесь смысл но просто есть еще одна меня есть еще одна версия того чтобы из-за чего это все произошло вы можете сказать из-за чего это все произошло я не знаю просто так скажем вот в воде где вы службу несете вы же по личном составу инспектор правильно понимаю там же разные люди есть есть кто-то поделился информацией там ситуация нехорошая возникла с вашей девушкой конфликт у пантелеева вышел это правда то есть вы не в курсе был ли конфликт у пантелеева с вашей девушкой то есть не из-за этого не из-за конфликта вся ситуация возникла с вашей девушкой в сказал вы не в курсе то есть девушка вам ничего не рассказывала а как оказалось так что вы с сотрудниками полиции это из материала в дело то что я слышал оказались вместе там при якобы остановки транспортного средства пантелеева они мне еще раз говорю комментировать ничего да я просто интересуюсь мне понять у меня есть у меня возникли вопросы и раз вы здесь я хотел бы у вас поинтересоваться потому что я уже поинтересовался у всех кого так может было вот эту информацию только вы можете дать вам ничего не известно как так получается вам ничего не известно если более сотрудниками дпс там на месте сейчас меня обманываете из комментарий но вы обманываете нет но суде вы также будете говорить или все-таки в этом более полную версию произошедшего и вы будете говорить только правду и ничего кроме правды конечно вы в курсе за предусмотрен ответственность за неправду пусть я удивлен был составленному кривому материалу но вы понятнее составляли одну в это видели очевидцами всех событий были можете пролить свет на те события суп просто отвечу хорошо ну тогда но конфликта не было с вашей девушкой я не в курсе а ваша девушка службу проходит в отделе полиции номер 4 у вас их несколько ваша девушка какая девушка у вас есть девушка нет мое личное есть конфликт но дело за то что так получилось что это ваша личная переросло в конфликт волнуетесь сейчас но я вижу что вы волнуетесь камерами не направил лишь волнуешься значит волнуешься я не волнуйся чем не волноваться но ощущение у меня складывается что волнуешься вашей почему не хотите рассказать все как было на за спросит я всего отвечу но я по-человечески спрашивают я по-человечески отвечаю что ничего не было что вы ничего не в курсе ничего не помните ничего не знает зачем комментировать не ладно может быть вам известно скажите пожалуйста что вопросов которые задавал я товарищу инспектор по личному составу о том что он был вместе сотрудниками дпс в тот момент когда его якобы остановили они они вместе на одном автомобиле приехали правильно понимая 2 инспектора по личному составу даже 2 1 получается приехал на автомобиль с инспекторами дпс неизвестный из материалов дело один добрался самостоятельно а кто самостоятельно из них приехал не в курсе да не помню просто по фамильному кто кто составил но уже то есть инспектором по личному составу сотрудники экипажа сотрудники дпс 11 уже были вместе были вместе именно не хочу обманывать не помню просто я вас понял ну сейчас мы все узнаем он же говорит я только правду а свидетели которым вы заявляли прошлый раз я в конкурс он будет даже не я заявлял но я понимаю тем не менее вы в курсе вот я вот кстати еще скажу так вот этот может сказать но противоположная сторона мы вроде как бы с вами вместе понимаете как бы заодно и я с этой стороны получать больше информации чем с вашей стороны как это вообще я сам честно говоря удивляюсь насколько как бы эта сторона идет открыто на эта сторона закрыта хотя у нас общая сторона я я честно говоря не вообще не понимал а мы оставим правду мы не на той стороне мы на стороне правды и справедливости я соглашусь но как бы у меня это своя правда завозим я думаю у вас должна быть позиция наблюдателя со стороны не за одну сторону за другую а за объективность поэтому меня своя правда назовем это да свой взгляд на эту правду спец сопровождение свидетель с классной маской свидетель дал показания раскрыл истину огромное спасибо вам за согласие огромное спасибо за уголку ищетесь окна подвижение свидетелью так что мы все видели личность вашей однако неоднократно устанавливаются знаем вас данные не изменились еще раз раз вложение статьи 51 конституция не обязан селиться против самого себя близких родственников и предупреждаем в ответственности по статье 17.5 за заведомые указания. Обязаны отвечать по известным граммам строительства, которые у нас соответствуют право-беранное дело на вопрос искитая участия в процессе. Возвращаясь к рекламу, я позвольствую вас за ответственность. Вызванный по ходу из строительства лекарства Абонсанта Тимопенко, института Евгения Александровича, и внутрь открывшихся обстоятельств желает лицо провести Знакомы ли вам гражданка Тупикина Дарья, которая работает в множестве с левым пунктом в этой цели на краях? Знакомы. Какие отношения бывают? Исключительно руческие? Может, с вами планируется еще что-то? Может, проживаете с вами? Пока не планирую. Встречаемся. Мужчина и женщина, правильно? Мужчина и женщина. Я могу на этот вопрос вообще? Дружеские отношения? Ну да, близкие. Ну да, близкие. Ну да, близкие. Ну да, близкие. Скажу вам, пока не планирую с вами, понимаете, вывода, потому что... Он сказал, встречаемся. Встречаемся. Вместе проживаете? Друзья, вы в курсе были, позволите перепёску? В курсе вы были конкретной ситуацией между лицом привлекательного с этим промышлением, и тупиком играет. 14-15-18. Как это произошло? Ну да, только немножко позднее этих событий. Стало известно. Немножко это 10 минут, 20 минут после конфликта. Я не знаю, во сколько вы зашли нам прийти. В без 10-2. Нет, разговор мы с ней это ввели. Но это уже было, грубо говоря, поздний вечер. Вечер. После 24-15. То есть она вам не звонила, не сообщала, что конкретно? Нет, только конкретно сообщала. А было ли вообще телефонные переговоры между вами и тупиконадарья в тот день, после обеденное время в 14-май. Мы с ней созвалились в своем. То есть она на вас. Да, слушайте. Слушайте. А у вас есть к ней личные влезные отношения? Нет. Я вас в тот день видел близко, первый раз. Мы узнали, что я в телеек перед тем, как увидели, да? Конечно, я узнал. Но я вас ранее-то видел, младели. Ах, понятно. Ну а так приводите на работу, забирайтесь с работы, да? Бывает. А как так получилось, что в тот день, когда у вас был большой конфликт, неприятный? Ну, про большой конфликт я не слышал. Ну, это мое, мое мнение, я бы сказал свое мнение. Так получилось, что после конфликта, спустя 4-5 часов, вы оказались сотрудниками ГАИ, которые даже не доставили протокол чистого случаяния. Это никак не взаимосвязано. То есть, по вашему мнению, это чисто случайность. То, что вы там якобы поссорились? Да, и то, что вы оказались... Это абсолютно чисто случайность. Скажите, пожалуйста, документы на проведение вебов мероприятий были подписаны до рекорды мероприятий или... Я их подписываю. То есть, вы не в курсе, да? Нет. Что-то позже были подписаны. Ладно. Скажите, а после этого конфликта, который произошел между Эминдаей и Петеревым, Евгением, вы говорите, личных приятных отношений, он тогда не было. Сейчас они не появились. Этот разговор у нас так, между делом, нашел и то мне тупительно не пояснилось, что там прям конфликт был. У вас что-то об этом конфликта? Рабочие какие-то там отношения? Нет, я не знаю. Может быть, какая-то сезонная перебранка между... Мы не обсуждали, потому что там, как бы, она мне это не рассказывала так, как будто мне, не знаю, понравилось. Жаловаться? Нет, не жаловаться. Просто переставал. Она никогда никогда не жаловался. То есть, как же ты просто переставал. Рабочий момент. Понятно. Дневнёку слушали. Я тоже похоже. Понятно, что в этот день, действительно, по рабочим моментам, что-то случилось у... Я не знаю подробностей. Подробностей вам не рассказывал. Нет, я и не спрашивал. И об этом конфликте вам сказал уже после произошедших событий? После, да. После, как бы, в ходе разговора. В вечере, в ходе разговора вам стало известно, что что-то у них на работе нет. Ну, да, какие-то рабочие моменты. Ну, не говори вам, что они неприятные. Ну, созводы были. Я с ней каждый день созваниваюсь, мне по 10 раз вы можете цитализацию сделать. И в тот день перед этим... Какие еще? Нет, все. По новому видео имеется? А я так понимаю, кто не присутствовал, когда это видео. Было смысл задавать вопросы. Если он подъехал, а из 10-18 туда... Что вам надо объяснить? Ничего. То есть только по... То, что вы ссылали, что у вас какие-то интересные отношения... Да, то, что... Да, есть мысль, что в мотивовом оформлении была личная миссия. Соблагайтесь, если честно. Нет, все. Все стало. И снова здравствуйте. Добрый вечер. Уже вечер. Уже вечер. Мы со старки здесь с 9.30, сегодня 22 ноября. А время сейчас... А время сейчас 16.30. Обалдеть, конечно. Сегодня был день тяжелый. Встали безумно просто. Мне кажется, что вы хотели что-то сказать. Сказать? Да, мне кажется, вы хотели что-то спросить, и мы хотели на это ответить. Ну, что сказать, по существу было заявлено... Немножко, немножко вот туда сдвинемся. Была заявлена масса ходатайств, масса просто, порядка 10, если не больше. К сожалению, ни одной из ходатайств не было удовлетворено. Ходатства были, скажем так, достаточно обоснованы и носили полностью право в характере. Кроме прочего, мы взяли ходатайства вызвали допросы сотрудников ДПС, инспектора по личному составу для их опроса, запроса, повторного. Но нам, к сожалению, было отказано от этого. Вы прекрасно это слышали, являлись слушателем в этом процессе. Да. Вот. Сегодня, кстати, был допрошен очень интересный свидетель, который привел инициативу в свою гражданскую позицию, предоставил видео для суда. Уточнить хотел. Этот свидетель появился благодаря нашему второму сюжету. Благодаря вашему сюжету, конечно, да, спасибо вам, скажем, за это большое. Благодаря сюжету он увидел это все в интернете, обратил внимание на выделяющиеся элементы одежды, лица нашего, привлекаемых административной ответственности на его автомобиль, вспомнил, что произошло. Нашел видео, которое подтверждает нашу позицию, указывает на невиновность Пантелеева Евгения Александровича. Сегодня он дал показания перед судом, пояснив, что сотрудники полиции приехали на место, где составлялся протокол административного пронушения, гораздо позже того, как приехал кто Пантелеев. То есть они приехали тогда, кто же автомобиль стоял на парковке, он не двигался до этого. А сколько примерно по времени? Порядка 10 минут. Около 10 минут он стоял. И мы прекрасно видим о том, что с места работы Пантелеев покинул все место работы, согласно видео, ну, скажем так, за 20 минут до того момента, как было оформлен протокол. То есть даже не оформлен протокол, а как на место последующего дислокации приехали сотрудники ГИБДД. Примежуток дистанции движения от его места работы до последующего дислокации составляет порядка 500 метров. То есть 20 минут, но как-то не мог ехать. Соответственно, мы видим, что это, наоборот, показывает его невиновность. Но сейчас суд ушел в совещательную комнату, будет наносить решение, надеемся, справедливое решение. Ну, а там же суд решит. Согласен. Еще только вопрос. А свидетель пришел в маске очень неожиданно. С чем связано? Ну, да, для ваших зрителей была масса критких комментариев, достаточно едких. Скажем, даже более того, не агрессивных, а оскорбительных в адрес участников процесса. Слава Богу, не в мой адрес. Хотя, ну, скажу свое мнение, субъективно, объективно, опасно. Вот. Он пришел в маске, опасаясь за то, что его кто-то опознает и будет его, из-за изображения, гнобить. Оскорблять и унижать все эти. Поэтому он пришел в маске. Судебное заседание было закрыто при его допросе, его личные данные. Не были глушены в открытом заседании. Ну, поэтому он был в маске. Я понял. А что вот по поводу Жекчикова? Есть что-нибудь добавить инспектора Полища на составу? Нет, в данном случае никаких комментариев мы давать не будем. Здесь имеется в виду какие-то, видно, противостояния, может быть, как-то лично заинтересуется. Просто я, честно говоря, обалдел с этого конфликта. Здесь вот сегодня узнал о том конфликте, который произошел между его девушкой, инспектором Полища Состанова, с Потереевым. И, конечно же, по моему мнению, это простая месть. Ну, это ваше мнение, оно есть ваше мнение. Я, к сожалению, к сожалению, своему не могу дать комментарий. Понимаю. Но в любом случае спасибо вам за обратную связь. Спасибо вам тоже огромное, потому что действительно благодаря вам был найден свидетель. Даже не найден, а объявился свидетель, который дал определенные показания, проявил свою гражданскую позицию. Их очень мало, у нас встречается. Ну да, и причем у него еще видеозапись регистратора осталась, которая обозрели. Ну, видеозапись регистратора осталась, да. Конечно, она не полноценная, то есть не полностью показывает все, что происходило в это длительное время. Потому что сотрудник ГИБДД приехал на место в состоянии протокола 19.47.48. Протокол был составлен на поздние ночи, уже порядка трех часов они находились на этом месте. Владимир Невскому дому надеялся. У меня по этому процессу вообще очень смешанные чувства теперь. Вы знаете, это хорошо, что чувства смешаны, потому что, когда присутствует слушатель, он пытается объективно понять ситуацию, оценивать то, что происходит в зале сегодня заседания. Смешанные чувства показывают на то, что наша работа сделана. Ну да, согласен. Позитивная и положительная для нашего доверителя, как для Евгения Александровича. Ну, сейчас будем дождаться решения суда. Спасибо, ждем. Спасибо. Вы довольны решением? А вы как вы будете? Спасибо вам большое. До свидания. Через пять мы ожидали толкового исхода по нашему делу. Я уже говорил, было заявлено порядка десяти, если не были, ходатайств. К сожалению, во всех было отказано. Ходатайства были направлены на установление объективной истины по делу, установление всех доказательств, имеющих значений для разрешения дела по существу. Но, к сожалению, нам отказали. Решение принято. Ну, наверное, будем нам жаловать, как уже решит лицо, которое было подключено к административной ответственности. Я понял. Спасибо большое за комментарий. Спасибо вам тоже. Дорогие друзья, в последнее время совсем оборзели люди в погонах, которые ездят пьяными за рулем. Поэтому у меня к вам огромная просьба. Если вы знаете, обладаете информацией о людях, которые могут себе это позволить, обязательно сообщайте нам на телефон 8 960 100 034. Это телефон горячей линии дорожный контроль. Конфиденциальность информации полностью гарантируем. Вас никто не узнает. Зато вы увидите плоды своей работы. Поддержите, пожалуйста, нас в интернет-пространстве, если не можете поддержать нас физически. Как это можно сделать? Поставить палец вверх, написать комментарий и поделиться этим видео с друзьями. Поддерживайте нас, если вы против пьянства за рулем и против коррупции. До новых встреч. Всем пока.